Эта процедура была известна еще в будуарах Клеопатры, но название получила только через 20 лет после смерти Монро. Она нужна для того, чтобы лучше выглядеть, но ею легко можно испортить внешний вид. Меня зовут Дарья Эдемилер и сегодня ближе к телу перманентный макияж. Это косметический татуаж и это тоже. И сегодня мы выясним, почему он выглядит настолько по-разному, от чего зависит результат процедуры и чем татуаж отличается от обычной татуировки. Перманентный макияж появился в Древнем Египте. Известно, что Клеопатра подчеркивала брови и губы натуральными красителями с помощью бамбуковых палочек. В конце 20 века, в 80-х, понятие косметического татуажа укоренилось в Европе, а в России процедура стала известна в начале 90-х годов. С тех пор ее популярность только растет. Перманентному макияжу существует официальное определение в системе национальных стандартов. В гости Российской Федерации под номером 55700 и 2013 года перманентный макияж это услуга косметического характера и назначения по удовлетворению эстетических потребностей клиента путем внесения пигмента в кожу лица для создания долговременного макияжа. Нанесение перманентного макияжа технически не отличается от процесса татуирования. Пигмент на кончике иглы заносят в кожу, обычно не глубже, чем на десятую миллиметра. Косметическим татуажем подчеркивают не только брови, но и губы, глаза. Сейчас мастера предлагают даже скрыть с его помощью несовершенство кожи или подрумянить щеки. Еще рисуют мушки или закрашивают шрамы. Появился ребенок, ребенок маленький, и хочется, как говорится, встать, проснуться и уже быть феей. Это Евгения. Впервые она сделала перманентный макияж 7 лет назад. На этих кадрах на ее лице совершенно нет декоративной косметики. Евгении повезло. Она попала в руки хорошего мастера, знакомые даже не замечают, что брови и губы у женщины. Это татуировки. Многие не видят татуажа, думают, что это у меня подрисовано, как бы там, или губы вообще не видят, думают, что это естественно, что я вот такая вот. Многие ходят там. Отдельно полосочка по губам, отдельно внутри посветлее, кантовочка потемнее, крови пошире. У Евгении перманентный макияж выглядит естественно. Добиваются такого эффекта с помощью техник нанесения. Известный всем микроблейтинг – это прорисовка каждого волоска в брови. Шотирование – плотное нанесение пигмента. При пиксельном напылении краску растушевывают в верхних слоях кожи, а на напыление дает полупрозрачный эффект. Как именно будут выглядеть брови, губы или стрелки, мастер и клиент решают сообща. Ведь такой макияж, так же, как и любая другая татуировка, на всю жизнь. В начале нулевых в моде были брови-ниточки, еще пять лет назад сходили с ума по широким и пушистым бровям. Многие до сих пор так и ходят. Но есть тренды на все времена, уверена Анастасия Шлюнд, известный барнаульский визажист. Я считаю, что сейчас самый главный тренд – это здоровье. То есть это ровный цвет лица, это румянец, это, ну, может быть, легкий бронзинг, да. Мы смотрим на детишек. Я всегда советую смотреть на детей, что у них не бывает очень четких линий. У них не бывает коричневого румянца, да, вот к вопросу о румянах. То есть максимально естественные, не угловатые, не четкие линии. Четких линий в природе вообще, по сути, не существует. Зато существует масса мифов о косметическом татуаже, из-за которых многие относятся к этой процедуре предвзято. Итак, миф первый. Перманентный макияж и татуировка – разные вещи. Это неправда. Техника выполнения обеих процедур идентична. Отличается только цель и глубина погружения пигмента. Для тату до двух миллиметров, а для татуажа не более двух десятых. Миф второй. Перед тем, как делать перманентный макияж бровей, мастера их сбривают. Это тоже неправда. Ровно как и то, что после косметического татуажа волоски выпадают. Следующий миф. Пигмент со временем меняет цвет. А вот это правда. Из-за того, что краску закладывают в кожу не очень глубоко, она выцветает и даже меняет цвет. Черный пигмент синеет, а коричневый краснеет. С перманентным макияжем нельзя загорать. И это правда. Здесь все работает как с татуировками. Без защиты от солнца пигмент выцветает. Со временем его нужно будет обновлять. И последний миф. После процедуры перманентного макияжа можно забыть о декоративной косметике. Это неправда. Татуаж лишь помогает обозначить форму бровей, глаз, губ. Приводить себя в порядок каждое утро все равно придется. Косметический татуаж делают не только женщины. Вот результаты этой процедуры у мужчин. Они закрывают шрамы, подчеркивают брови. Перманентный макияж также спасает тех, у кого неровный контур губ и светлые брови. А вот забивать природную красоту хороший мастер не станет. У меня очень много возрастных клиентов. И я, как правило, молоденьких девушек, наоборот, отговариваю. Потому что все-таки нужно позволить себе меняться. Еще не устоялись вкусы в молодом возрасте. А когда женщина уже себя нашла, она точно знает, что ей нравится. Мы уже можем как-то ей помочь акцентировать какие-то достоинства. И не бояться, что она через полгода передумает и скажет, что это нужно убрать. Кроме ограничений возрастных, которые обычно определяют сами мастера, существуют ограничения медицинские. И если первые можно обойти, выбрать другого специалиста, например, то вторые игнорировать просто опасно. Существуют, значит, противопоказания к перманентному макияжу, как относительные, так и абсолютные. То есть абсолютные противопоказания – это те, которые абсолютно исключают эту процедуру. То есть это наличие островоспалительных заболеваний вне стадии компенсации. Это ВИЧ-инфекции, это вирусные гепатиты, это гемофилия. Как правило, это только мужчины. Но мы же татуировки мужчины у нас также делают. Также в списке больные онкологии, сахарным диабетом, беременные и кормящие. Еще не рекомендуют приходить на процедуру во время инфекционных заболеваний. Простуды, например. Если противопоказания проигнорировать, последствия могут быть самые разные. Обострение герпеса, изменение цвета пигмента, аллергия, отек к венке. Если выполняет процедуру мастер без должного опыта и квалификации, пациент может столкнуться с таким вариантом. Это как эстетические осложнения, так и медицинские. То есть тут надо делать четкую градацию. То есть если эстетически вы получите некрасивые брови или губы, это будет одна задача. Если вы получите медицинское осложнение, такая как остро-аллергическая реакция или островоспалительная какая-то реакция. Это абсолютно две разные вещи. Потому что с одной, может быть, побороться можно будет быстрее, без последствий дальнейших для пациента. То с эстетической проблемой вы можете бороться годами потом. Так получилось у Татьяны. На перманентный макияж она решилась пять лет назад. Это было в 2014 году. Вот так вот приблизительно. Просто мне посоветовали. Почему? Потому что, ну, наверное, были проблемы. И в первую очередь это вот брови. Да, как бы они у меня такие светлые и невыразительные, так скажем. И поэтому мне просто посоветовала, причем медик, врач сказала, говорит, а вот я сделала, попробуйте. Ну, я так посмотрела, у нее такие, ну, она сама как восточная женщина, и у нее восточные брови были. Ну, вроде как неплохо. Но оказалось, что Татьяне восточные брови, мягко говоря, не подходят. Сначала женщина корректировала их макияжем. Целых три года, а когда пигмент выцвел, и брови стали синего цвета, наконец решилась пойти к другому мастеру. В новом салоне с Татьяной работали полгода, пытались привести брови в порядок. К счастью, удалось. О неудачном опыте до сих пор вспоминает с ужасом. Теперь я понимаю, да, что это даже салоном-то назвать нельзя было. Это настолько все кустарно было. И я рискнула все-таки. Это было очень болезненно, как бы грубовато даже, я бы сказала. И когда вот окончилась эта процедура, я ее с трудом вытерпела, пришла домой, у меня была очень большая отечность бровей, прям покраснение, и отечность у меня наплыв был даже на глаза. Я такая страшная была. Мои подруги все хохотали надо мной, им было просто смешно. Чтобы не стать очередным объектом насмешек, стоит отнестись к выбору мастера серьезно. Но дело это непростое. Много предложений для клиентов. Клиент, как потребитель, имеет право спросить у мастера диплом по профессиональному образованию, свидетельство о квалификации, мастера сейчас вполне могут получить такие дипломы и подтвердить свою квалификацию. Конечно, сейчас в России всего два центра оценки квалификации. В Москве один находится, а второй буквально полгода назад открылся в Новосибирске. Поэтому если мастер свой профессиональный уровень поддерживает, то он, конечно, заботится о своем образовании. Минздрав год назад обозначил, что косметический татуаж – это бытовая услуга, а значит, делать его могут люди без медицинского образования. Но по санитарным нормам процедуру нельзя проводить на дому. На мастере должны быть перчатки, а на аппарате одноразовые иглы и защита. Чтобы выбрать хорошего мастера, важно знать, что в интернет, на рабочей странице, специалисты обычно выкладывают снимки сразу после процедуры. Этот результат можно делить на два. Через несколько дней татуаж потускнеет. Лучше всего попросить у мастера отправить уже зажившие работы. Самым большим откровением для меня стало то, что хороший татуаж практически невозможно отличить от обычного макияжа. Но я пока воздержусь. И не потому, что боюсь некачественной услуги, а просто хочу пока экспериментировать. Меня зовут Дарья Эдемиллер. И сегодня ближе к телу перманентный макияж. Увидимся! В нашей студии ведут прием специалисты высочайшего профессионального уровня, официально подтвердившие свою квалификацию. Наши знания и практический опыт позволяют нам оказывать консультативно-методическую помощь специалистам различного уровня практически из всех регионов России. Клиенты нашей студии – это женщины. А как известно, современная женщина – это женщина без возраста. Она ухожена, она уверена в себе, элегантна и очень стильная. Оставаться такой в любой ситуации помогает именно косметический татуаж. Поэтому мы ждем вас у нас в студии за этой эксклюзивной услугой. До встречи!